А перед просмотром данного ролика рекомендую вам подписаться на паблик ПК GamerNation, там мы ежедневно выкладываем новости с 8 часов утра до 11 часов вечера. Хочешь быть в курсе всех игровых новостей? Тогда чего медлишь? Подписывайся! Даю тебе ровно 5 секунд, чтобы ты подписался. Ну что, подписался? Красавчик! А теперь, приятного просмотра! Привет, Ютуб, с вами Вальдемар, и сегодня мы рассмотрим такую вещь, как смысл консоли в 2017 году. А ведь действительно, зачем она вообще нужна? Практически во всем, пока ее либо превосходит, либо просто не хуже. Интересно? Тогда досмотрим до конца. Начинаем. Цена. Конечно, любой консольщик вам скажет про низкую стоимость консоли и про то, что ПК вы за эту цену не соберете. Я уж опущу тот факт, что за стоимость PS4 Pro можно собрать ПК, которая будет мощнее ее. Но все же, в итоге консольщик забывает про один нюанс. Это цена на игры. Вы только вдумайтесь! 4,5 тысячи рублей за новинку. Купил 5 игр, суммировал с ценой PS4 Pro и начинаешь понимать, что за 45 тысяч рублей мог собрать ПК на FX 8300 и RX 480. И еще на 6 игр бы хватило. Вместо аппетита. Компактность. Что-что, консоль маленькая и идеально вписывается в интерьер, гостиная, а гроб. И стоит стыдно. На помощь приходят Note 2 и Silverstone RVZ-02, которые вы можете поставить сбоку от телевизора и даже обращать внимания на них не будете. Как думаете, почему тут всплыла картинка плачущего с унибоя? Да все потому, что он уже собрал сказать о том, что компьютер можно использовать только с клавомышью, а одного геймпада не хватит. Но и тут промах. Подключив один лишь геймпад, вы можете и запускать компьютер, и входить в Steam. И писать текст. Остается лишь привыкнуть к набору текста на геймпаде. Но конечно же можно использовать модуль клавиатуры к геймпаду Xbox One. Но ведь мороки с драйверами и подбором комплектующих. За подбором комплектующих можно обратиться в соответствующие группы, а собрать системник может либо друг, если у вас конечно не окружение аутистов консольчиков, либо в таком случае за 500 рублей в местном сервис-центре вам соберут за полчаса ваш компьютер. Ну и драйвера. Конечно. Вот только установив Windows 10, вы автоматически про это забываете, ибо там уже все устанавливается из набора базовых драйверов. Ну а если найти хорошую сборку, то и AMD Horizon там будет. На сей раз к нам Петушов пожаловал. Угадайте, по какой причине? Естественно, я забыл про потенциал, в котором консоль покупается на 5-7 лет, а компуктер уже устареет через 2 года. Откровенно говоря, я не понимаю откуда берутся такие. Эти люди что? Вальдората покупают 2 ядра 2 гига тянет GTA 5? Если подойти к сборке грамотно, то она спокойно протянет хоть 8 лет. Что-что? Уже через 2 года минималки? Окей. Как вам тот факт, что Ведьмак 3 на плойке идет на минималках в 16-20 фпс? И это уже через 2 года после выхода плойки. Что же дальше? Battlefield 1 вообще имеет динамическое разрешение от 680p до 900p, и все это на низких настройках с просадками до 38 фпс в мультиплеерном шутере. Мда. Про Watch Dogs 2 я вообще молчу. Там всю картину спасает лишь насыщенная гамма цветов, но минималки и лог в 30 фпс никто не отменял. На выходе фпс даже на PS4 Pro падал до 20. Про всякие Личдом Battlemage, Fallout 4, Assassin's Creed Unity и Индюшайдин по типу Лего я вообще молчу. Ну и конечно же, эксклюзивчики. Куда ж без них? Вот только в свете последних событий и они у бедных консольчиков понемногу пропадают. Last of Us уже давненько есть в PS Now. God of War, Trilogy Uncharted, Heavy Rain и Killzone Shadow Fall уже доступны за подписку. А первая неделя подписки и вовсе бесплатна. И на этом библиотека не заканчивается. Sony активно планирует ее пополнять, осознавая, что чем больше аудиторию они охватят, тем больше денег они получат. Что же можно сказать в итоге? Совсем скоро консоль потеряет всякий смысл, ибо Sony сольют все возможные эксклюзивы, а Microsoft вообще планирует представить игры, которые будут эксклюзивны для ПК и будут активно рекламироваться. А на этом мой видео отходит к концу. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рад выслушать ваше мнение по поводу актуальности консолей в комментариях. А с вами как всегда был Вольдомар, всем удачи и всем пока.